Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим изучение недельной главы ШМОТ. Мудрецы предвидели наше время и писали о нем. Писали следующие слова. Бывают дни и времена, когда человек не видит света Творца в своей жизни. Это наваливается подобно тьме, спустившейся на Египет. У каждого человека бывает такое, что он вдруг ощущает, что вчера еще видимый свет для него погас, и как-то он себя начинает чувствовать. Следует знать, что написано этому этапу, не бывает логического объяснения. Это никак не связано с делами человека и духовным уровнем. Каббалисты говорят, согласно высшему промыслу, неожиданно у человека забирают свет, в котором он находился. Это такое и испытания такие. В нашем поколении, написали мудрецы, скачки из состояния в состояние происходят чрезвычайно быстро и неожиданно. И в этом одно из испытаний человека, через которое надо пройти период перед приходом Ашеха. Что делать в такие времена? Написано, что человеку важно знать, что именно он должен делать и что не должен делать. Главное написано, что он должен знать, что от него не требуется, чтобы он сам вышел из этого положения. То есть он не должен сказать, что все, сейчас я тут напрягусь и выйду. Немножко спокойнее. Сказали мудрецы, узник не может сам выйти из заключения. Из египетского освобождения мы учили, что никогда человек не достигает подлинного освобождения, благодаря исключительно своим усилиям. Конечно, нужны усилия, но исключительно нет. Это великое правило, которое направляет нас в следующий путь. Сказали мудрецы, осознание того, что не я поместил себя в эту тьму, в эту ситуацию, означает, что и не я выведу себя из нее. Это понимание, которое приносит написано душевный покой и дает возможность выстоять в испытании. То есть мы как бы по-хитрому перекладываем немножко на высшие силы нашу ситуацию. И это работает. Мудрецы сказали, главная наша все же работа в этот период спуска – это вера. Вера в то, что Творец вызволит нас из этой тьмы. И даже если я сейчас не вижу и не понимаю путь, как из нее выйти, не понимаю, как закончится этот кошмар, тем не менее Творец выведет отсюда. Как не могу постичь? Однако я полагаюсь на него. И именно сейчас написано в Кабле, что когда усиливается вот этот аспект изгнания, то увеличивается аспект слова «я освобожу тебя, я, а не ангел, я, а не сарафт». Как было в Египте. Только сам Творец может вызволить нас из того положения, в котором мы находимся. И в этой вере основа исправления времени спуска. Немножко сложно, но это очень интересно. Написано «я видел весь Израиль, рассеявшийся, как овцы без пастыря». Это не означает, что пастырь покинул стадо. Пастырь здесь. Но иногда он исчезает из предела видимости. И для овец отсутствует, они его не видят. Тут нам надо подумать, чтобы самим не быть такими овцами. А овцы они смотрят, не видят и грустят. А когда человек грустит, Творец говорит «хорошо, работать начинает новый закон». А зачем тебе грустить без причины? Вот тебе для этого повода. Человек плачет, появляются новые причины для слез. Но, как только человек начинает говорить спасибо и благодарить, тут же приходит решение проблем. Проверьте, это рецепт кабалы. «Наше митье приводит к самым большим проблемам нашей жизни», написали в рецепте. Это именно то отрицательное качество, для исправления которого мы пришли в этот мир. Все время, пока мы плачем и плачем, если у Творца есть терпение, он не наказывает ни с того, ни с сего. Но если все время только и делать, что жаловаться и плакать, то в конце концов он говорит, Творец, как видно, у вас есть огромное желание плакать. Я вам предоставлю для этого достаточно поводом, зачем вы напрягаетесь без причины. Кабала говорит, знаете, что когда человек записывает себя в отчаявшийся, Творец закрывает для него все двери и окна и посылает ангела заштукатурить, ну, в переносном смысле, все щели, чтобы ни одна молитва не просочилась к нему. И наоборот, когда человек говорит Творцу спасибо, Создатель мира открывает двери и окна и направляет ангела снести преграды. Когда человек благодарит, на небе говорят, а этот человек, который сейчас сказал, что все говорит спасибо, дайте ему то, что он хочет. Так написано. Часто люди задают вопрос, почему на земле столько боли. Расскажу коротенькую притчу. Человек приходит к знаменитому раввину, чтобы спросить его, почему беды так и сыплются на его голову, он никак не может добиться успехов в своих делах. На ауденцию раввина он неожиданно для себя засыпает. Засыпает и оказывается на небесном суде. Он видит, как его приводят на суд, и там решается вопрос, куда именно. После конца своей жизни он пойдет в рай или в ад, куда отправить его душу. И вот перед ним возникают огромные такие весы. На одну чашу кладут его проступки, которые он сделал все негативные, а на другую пережиты им беды. И вот взлетевшая чашла с проступками постепенно, постепенно, постепенно начинает опускаться ниже и ниже. Кажется, еще немножечко и чаши выравняются. Но в это время беды этого человека заканчиваются. И он кричит, дайте еще, дайте еще. И в этот момент пропустается и смотрит, стоит перед ним раввин, улыбается и говорит, я так и не понял, вы просите уменьшить ваши беды или умножить их. Вот так философски есть смысл смотреть на все, что с нами происходит. И не забывайте о благодарности. Брахава от слуха.